Приветствую всех, меня зовут Алла Кичиджан, я писатель, креативщик, и я занимаюсь проблемами мышления. Дело в том, что я много лет считала себя стопроцентным интуитом-экстравертом. Но в 46 лет, когда волею случая я начала заниматься математикой вместе с профессором математики из Голландии Нелли Твак, это привело к невероятным последствиям. Вот книгу мы написали и большой проект создали на Фейсбуке. Но речь сейчас не об этом. В чем моя цель? На примере собственного мышления, того, как я превратилась из человека, который скользил по поверхности всего и вся, все и вся интерпретировал, как хотел, никогда не вникал буквально в то, что написано, и уж тем более, как вы понимаете, условия задач, где нужна точность в понимании, она была для меня за семью печатями. То есть это было совершенно для меня недоступно и непостижимо. Но, как говорят, чудеса случаются. И когда я начала разбираться в задачах глубоко, спасибо математикам многим. Математики, кстати, все с гуманитарным уклоном. Нелли тоже писатель. Она пишет книги не только о математике, но и о семье, о подростках. У нее есть книга на английском, которая называется «IQ to love». И, конечно же, она не о математике, а о том, как математикам устроить свою личную жизнь. Она про любовь. И вот я хочу показать вам на примере одной задачи, которой мне не давалось много лет, как произошел тектонический сдвиг в моем мышлении. Неожиданный для меня самой, удивительный. И, наверное, после этого можно сказать, что я уже не я. Моя личность изменилась настолько, что узнать меня 4 года назад и узнать меня сейчас практически невозможно. Конечно, я имею в виду мышление, свое мышление. И вот задача была на вид достаточно простой, но даже математики не могут решить ее сразу, если у них нет привычки решать логические задачи. Надо сказать, что мнение по поводу того, являются ли логические задачки, головоломки математикой или нет, это давний спор среди математиков. И он открыт. Вы можете высказать свое мнение по этому поводу. Но когда я смотрела на задачу про день рождения Шерилл в первый раз, то я думала только об одном, что я никогда не смогу подступиться ни к какому, даже малейшему пониманию того, о чем это. Задача простая, на первый взгляд. Некая девушка Шерилл дружит с двумя парнями, Альбертом и Беннетом, можно Бернард его назвать, кому как больше нравится. И она их интригует. Одному она говорит, когда они спрашивают, когда у тебя день рождения, Шерилл, наверное, каждый хотел бы преподнести ей подарок первым, или цветы, и самые лучшие. Но Шерилл интригует их и говорит Альберту месяц, когда она родилась, а Беннету число, когда она родилась, дату рождения. И вот у них такая разная информация есть. На днях я решила на своем новом канале, как завести роман с английским, показать, как решают эту задачу некоторые блогеры математики и нематематики. И даже после объяснения, и после моих пояснений, весьма прозрачных и понятных, как мне казалось, мне пишет множество людей, что они не понимают, как вообще понять условия этой задачи. Потому что после того, как Шерилл шепнула двум парням разную информацию, один знает месяц рождения, другой знает дату, и всего дат 10, и в 4 месяца, это май, июнь, июль и август. И потом между парнями происходит диалог, который является ключом к тому, чтобы эту задачу начать понимать. Про ключ мне когда-то очень хорошо рассказывал Максим Янченко. Максим Янченко, он говорил всегда, всегда ищи, где спрятаны ключи к решению. Часто они спрятаны в тексте, но текст математической задачи прочитать не так легко, как выяснилось. Итак, между парнями происходит диалог. Альберт говорит, я не знаю, когда день рождения Шерилл, но я знаю, что и Беннет не знает. Обратите внимание, что мыслить в рамках математической задачи достаточно сложно, потому что как только мы слышим такой диалог, то кажется, что Альберт имеет в виду и дату, и месяц, но он не может иметь это в виду, потому что он знает только месяц. И первый месяц – май, и всё это нужно достроить в своей голове, когда тебе об этом не говорится. Нужно прочитать этот диалог так. Альберт говорит, глядя на май, на число 19, скорее всего, потому что оно единственное, и если бы Беннет знал единственное число из мая, то он сразу бы его назвал. Но Альберт смотрит на май, и Беннет в ответ на то, что Альберт говорит, «Я не знаю месяца», Беннет говорит, «И я не знаю числа». То есть он молчит, но его молчание красноречиво, потому что если бы он знал, бы сразу сказал, что «О, вот и дата», но он молчит, и нужно интерпретировать его молчание как то, что он тоже не знает. И здесь слова Альберта, «Но я знаю, что Беннет тоже не знает», и значит, в мае дня рождения быть не может. Мы вычеркиваем не только 19 число, в принципе, вообще можно не детализировать даже на какое число он смотрит. Если май – это не тот месяц, то все числа в мае отменяются. И вот если понять эту вещь, этот первый ключ, я о нем говорила, об этом первом ключе, то дальше тоже становится все больше и больше понятным. Следующий июнь. Точно так же Альберт смотрит на июнь и говорит, что «Я не знаю», но я знаю, что Беннет тоже не знает. И снова происходит то же самое. В двух последних месяцах стратегия меняется, потому что теперь Беннет первый, теперь он говорит, «А, а теперь я знаю». А что он может знать? Он может знать только число. И теперь вступают в игру парные числа. Математики решают ее матрицей и сразу исключают парные числа. Но здесь эта задача прежде всего на логику. Можно вообще не знать математику но путем рассуждений ее правильно решить. Кстати, насчет правильного решения тоже споры, там два числа. Математики тоже не соглашаются друг с другом. В зависимости от того, как ты рассуждаешь, получится вот день рождения у Ширил в зависимости от этого или 16 июля, или 18, по-моему, августа. Так вот, смотрите, и там появляются парные числа. Мне, конечно, надо показывать эту задачу. Вы видите, я делаю это все на память, но даже на память я полностью понимаю стратегию. Я хочу эту стратегию передать вам. Я хочу, чтобы вы уловили. Если человек говорит, Беннет потом говорит, я знаю теперь, то есть я знаю дату. И Альберт говорит, и я теперь тоже знаю, что он ставит месяц. Значит, смотрим на даты и исключаем двойные даты. То есть если 14 октября, то 14 июля можно спутать, да, не может быть, не может быть, ищем единичное число, которое остается не парное. И оно остается 17 июля. А вот к концу мне тоже стало сложно умозрительно, да, об этом во всем рассуждать, потому что математика – это такая штука, на которую нужно смотреть. И я здесь, когда видео это буду монтировать, я вам все эти числа вставлю для того, чтобы вы могли следить за рассуждением. Может быть, я поверну с экран телефона и покажу, как исключаются эти числа. Но дело не в этом. Дело в том, что мне хочется, чтобы вы поверили, что если вы не понимаете даже 20 раз, даже 100 раз, то это совершенно не… даже несколько лет, это совершенно не означает, что если вы не бросите, вас осенит совершенно, может быть, неожиданно. Потому что где-то там, знаете, на заднем плане моего мозга, моего ума, эта задача жила. Она жила не точно, но я знала, что есть некая Шерил, и я не могла понять, как думать над задачей, не могла понять, когда же у Шерил может быть день рождения. И вот несколько лет спустя, когда я выучила английский до более-менее приличного уровня. Даже вот сейчас я на канале рассказываю, я все время в процессе. Вы понимаете, ни один язык нельзя выучить до конца. Мне нравится, как Татьяна Черниговская говорит, я учу английский с 4 лет, и у меня нет никаких иллюзий насчет того, что я его знаю. Я уж точно, да, когда я учу английский 2 года плотно, то у меня нет никаких иллюзий, несмотря на то, что замечательный метод, по которому Анна Кантер разложила всю базу в моей голове. Но нужно очень много практики. Тем не менее, эту задачу я поняла на английском языке. Я вам дам ссылку, где я привожу отрывки из объяснения вот этого блогера, который... Я честно вам скажу, что я слушала объяснения того, что Альберт называет месяц, когда он говорит, я знаю, Абеннет имеет в виду дату, то есть, ну, молчание его обозначает дату, ну, может быть, раз 15. Пока я поняла, и когда я поняла этот первый ключ, я поняла все остальные ключи очень быстро. Русскоязычных объяснений я не поняла ни одного. Перевод объяснения с английского сайта очень известного, Number File, называется, больше трех миллионов подписчиков, британцы его делают. Там они так очень веселятся над этой задачей и тоже делают матрицу, столбцы по горизонтали и по вертикали, у них месяцы по вертикали и по горизонтали, даты с 14 по 19, там, по-моему, они все подряд идут. И они просто вычеркивают парные даты. И так математики, которые в нашей группе, математика великая и ужасная, рекомендовали эту задачу решать. Но это не об этом, понимаете? Можно не знать математики и решить эту задачу, потому что здесь ключи, и ключи вообще в текстовых задачах, они всегда в языке. И, может быть, структура английского языка более ясная, да? И когда я услышала, что такое, понимаете, когда ты слушаешь на русском, Альберт знает, что Альберт не знает, но и Беннет тоже, но он знает, что и Беннет тоже не знает. Это немножко как-то очень абстрактно звучит и как-то проскальзывает мимо твоего сознания. Когда ты слышишь на английском Альберт says, I don't know, but I know that Беннет doesn't know either, то ты понимаешь, что вот у тебя начинает это раскладываться. Я им даже не могу объяснить, потому что в английском как бы здесь сразу ощущается, что чего-то не хватает, что здесь не достает того, чего конкретно он не знает. и сразу включается мозг. А, так если Альберт знает только месяц, значит нужно поставить I don't know the month. Значит, о чем он думает? Он думает о каком-то из месяцев, что логично, он думает о первом месяце, значит он думает о май. И значит он говорит, что в мае дня рождения нет. I don't know when Cheryl's birthday is, but I know that Bennett doesn't know also. Или Айза или Иза, как американцы говорят. То есть, а значит, а что Беннет, да? Беннет про месяц не думает, он ничего не знает, у него нет информации про месяц, у него есть про дату, значит чего он не знает, значит он и даты не знает. И так мы сразу раз, и в мае дня рождения нет. И вот это ключ. Знаете, можно подумать, что я тут нудно и долго рассказываю то, что не заслуживает внимания. Но если бы я не знала, какие ужасные муки можно испытывать, когда ты не понимаешь, что написано в условии, я бы этого не делала. И вот у меня была идея создать плейлист Тугодум на своем канале. И я бы, честно сказать, вот сегодня я считаю, что я его открыла. Я его открыла, потому что я делала прямой эфир на Ютьюбе, потому что мне хотелось очень, чтобы вы почувствовали свое мышление, понимаете? Эта задача дает возможность руками потрогать свое мышление. Она, когда вы это понимаете, вас обуревает какое-то невероятное счастье, что то, что вы долго не понимали, вы в состоянии это понять. Это так же, как слезы наворачиваются от того, когда ты вот в английском чего-то прям не мог сказать, не понимал, почему это так. И потом вдруг тебя раз и осенило, что это так, и это так как-то просто, и даже ты не представляешь, уже как ты этого не понимал. и точно так же происходит и в математике. И уже это никогда не повторяется. Это каждый раз, вот с каждой задачей, если она трудная для тебя, да, и ты даже в свои условия тяжело продираешься, или, например, ты думаешь, что она решается как-то сложно, а она решается, в общем-то, элементарно. Несмотря на такие долгие объяснения, такие долгие мучения. И матрицу-то уж не так сложно нарисовать, просто сделайте, поставьте крестики на пересечении даты и месяца и рассуждайте внутри таблицы. Но для меня, вот, я хочу вам сказать, что если это смогла сделать я, у меня дислептичная голова, у меня переставляются местами все слова, я должна очень сильно себя контролировать, последовательности тоже мне даются очень трудно. И когда я так последовательно и долго могу объяснять, даже вот не имея сейчас бумажки, то есть, понимаете, я держу все это в голове, и я прям чувствую, что мои шестеренки в голове, они не скрипят, знаете, а как-то вот радуются, если шестеренки вообще могут радоваться. Спасибо большое за внимание. Я надеюсь, что я чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, вас вдохновила к тому, что все возможно понять, если вы приложите к этому усилия, желания и время, конечно. Спасибо за внимание. Если вы хотите разобрать какую-то задачу или прям вот вы вообще вот чего-то тяжело не понимаете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И мы в группе «Математика великая и ужасная», там много математиков, которые сочувствуют гуманитариям, а они просто с разных-разных сторон начнут вам задавать такие правильные вопросы, чтобы ваше мышление направить в нужное русло, в то, что называется математическим мышлением. И я хочу двоих своих преподавателей поблагодарить безумно, потому что я не знаю, как вообще их назвать друзьями, соратниками, учителями. Наверное, всё сразу. Нелли Твак, с которой мы написали книгу «Математика для безнадёжных гуманитариев», как совершенно с нуля. Она научила меня математике в 46 лет. Все считали, что я абсолютно непригодна к математике и безнадёжна. И Максима Янченко, математика, музыканта из Сингапура, который буквально ночами со мной колдовал над квадратной окружностью и объяснял мне какие-то невероятные вещи уже из многомерных пространств, из высшей математики. И когда открывается такой целый мир, который раньше был для тебя невидим, это счастье, друзья мои, поэтому дерзайте. Продолжение следует...